Испытай экстраординарные эмоции с Marathon Bet Заключай пари на результаты матча чемпионата мира по футболу И участвуй в розыгрыше электрокара Тесла Переходи по ссылке, присоединяйся и получи свой билет в будущее Сейчас на всем постсоветском пространстве невозможно найти человека Который как минимум бы не следил за успехами и как максимум не восхищался игрой Генрихом Хитаряном А что если я вам скажу, что это не самый крутой армянский футболист за всю историю? Меня зовут Саня Малыхин и сегодня я расскажу вам о Юрии Джаркаеве Юрий Джаркаев никогда не терял связь со своей малой родиной Свою фамилию он получил от деда Дед Юрия, калмык Армалдык Джаркаев родился в Астрахани Во время гражданской войны он сражался против красных И естественно потом эмигрировал во Францию А вот свои армянские корни он получил от матери Родственники которой переехали во Францию после начала геноцида армян Его отец Жан Джаркаев был достаточно неплохим футболистом И даже вызывался в сборную А за два года до рождения своего сына он провалился вместе со сборной Францией на чемпионате мира в Англии Вообще Джаркаев с самого детства мечтал стать футболистом Следуя примеру своего отца Несмотря на то, что мама очень хотела, чтобы он занимался вольной борьбой Начал играть в футбол он в школе Вилербан А профессиональную свою карьеру он начал в 1984 году в футбольном клубе Гренобль Где в 18 лет по решению главного тренера команды Пламена Маркова он стал капитаном команды Затем были клубы Страсбург, Монако, Парис-Сен-Жермен Но все-таки лучшие годы он провел в Миланском Интере Его очень хотело видеть в своих рядах Барселона Но отказал каталонцам, не получив гарантии игры в основе И уехал в Милан 5 января 1997 года Джаркаев забил охрененно крутой гол в ворота Ромы После которого болельщики аплодировали 3 минуты А арбитр матча Чезаре Грациано хотел очень сильно получить футболку Юрия Маратти даже хотел установить у входа на Сансира бронзовую статую Джаркаева в момент легендарного удара Но Мэрия не разрешила этого сделать Но самую лучшую игру он всегда показывал за сборной И в этом нет ничего удивительного Потому что рядом с ним находились потрясающие партнеры Такие как Занидин Зидан, Фатрис Локой, Мануэль Петти, Дидье Дышам И своей классной игрой Джаркаев помог сборной Франции Выиграть чемпионат мира 1998 года и чемпионат Европы 2000 года А вот на успешном для трехцветных кубках конфедерации Он уже был в статусе легендарного ветерана Без которого вроде как и не поедешь А с другой стороны, на поле он особо и не помог И вот спустя пять лет, измученный травмами, Джаркаев завершил свою карьеру После завершения футбольной карьеры Джаркаев не скучает Помимо стандартных для бывших футболистов комментариев матчей Он увлекается музыкой и даже выпустил сингл Также он владеет ресторанным бизнесом в Париже Выпускает линию подростковой одежды Джаркаев Седакшн И парфюм Людей Ри Но большую часть времени он тратит на благотворительность Сейчас Юрий Джаркаев живет в Нью-Йорке и работает в некоммерческом фонде Который занимается развитием футбола по программе Нью-Йорк-Сити Джаркаев наполовину армянин и его фонд помогает армянам во всем мире Собственно за это он и получил звание почетного гражданина Армении Вот и все Юрий Джаркаев выиграл все, что только можно на уровне сборных У него есть два Еврокубка, но за 22 года своей умопомрачительной карьеры Он не выиграл ни одного национального чемпионата И теперь вы знаете, где находится и что сейчас делает Легенда сразу двух стран Пишите в комментариях, о ком бы вам хотелось узнать еще И не забывайте репостнуть этот выпуск А так пока, не пропадайте Субтитры сделал DimaTorzok